Ну что ж, ребятки, давно денька мы не виделись именно в таком формате, в формате роликов. Роликов не было примерно месяц, я перед вами очень сильно извиняюсь. Но сегодня будет очень интересный ролик, за этот месяц много чего произошло интересного. Я покажу свое новое имущество и самое главное, покажу свои самые дорогие номера, которые я себе приобрел. Я вам скажу так, что я за них отдал 230 миллионов. А что это за номера, вы увидите дальше в ролике. Я вам хочу напомнить то, что у меня есть мой промокод, вводите промокод Палканов на любом сервачке до пятого уровня, звоню в площади 300 тысяч. Вся информация есть в описании под видео. От вас, ребятки, хотелось бы увидеть максимально активность, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Но я вам хочу пожелать приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Погнали! Ну что ж, ребятки, давайте я вам покажу, в принципе, все по порядку. Начнем с дома, потому что у меня дом как бы поменялся. Он довольно-таки интересный и хороший по-своему. Да, это не коттедж, но этот домик мне обошелся в 30 миллионов рублей. Этот дом, получается, в Батырево, возле рыбалочки. То есть, я взял его именно из этого, потому что все-таки я хочу начать качать рыбалку. Мне лень это делать, но надо, ребята, надо. Поэтому я решил себе взять домик возле рыбалки, чтобы просто вышел, сел и сразу как бы рыбачишь. Тем более, скилл у меня маленький. Мне, по факту, в данный момент лодка не нужна. Также, помимо рыбалки, здесь недалеко находится ферма, контейнеры там и так далее. То есть, место очень хорошее. Мне прям нравится. Но еще особенность заключается в том, что здесь как бы домов всего два. То есть, здесь есть один особняк и два дома. Этот дом, я так понимаю, скорее всего, не продают. А вот этот домик я себе приобрел. Я считаю, что он здесь такой самый красивый, с навесиком. Ну что ж, ребятки, теперь я предлагаю посмотреть мой автопарк, потому что он у меня так нехило пополнился. И вам сейчас покажу все свои новые автомобили. Здесь там нет ауди-системы, стробоскопов там и так далее. Здесь просто стоит третий чип. Но сам автомобиль мне на самом деле очень нравится. То есть, я бы хотел себе Getter прям собрать. Ну, не фул зеленый, там третий чип, Nitro, там неон. Мне этого было бы достаточно, потому что тачка реально очень классная. То есть, она может реально напихать как бы многим автомобилям. У нее очень хороший разгон и неплохая максималка как бы на третьем чипе. Но разгончик, я думаю, видите, то, что у него бодрый. То есть, он реально бодро едет. 313 у него максималка на третьем чипе. Также, ребята, я на эту машину заказал, получается, вес. И я, честно говоря, не знал то, что это делается таким образом. То есть, вот вы понимаете, я вот такой вот вес себе приобрел. То есть, можем еще раз его приобрести, но как бы у нас это не получится сделать. Я не знал о том, то, что нужно ждать 3 дня с момента заказа, чтобы ты его мог поставить. То есть, мы нажимаем его поставить за 0 рублей. Но мы сейчас его не можем поставить, потому что он еще не пришел. То есть, вес реально дорогой, 8 миллионов. Но я так подумал, то, что надо его реально поставить, потому что... Ну, обычно GTR как бы это скучно. А вот на таком весе он смотрится реально очень солидно. Поэтому я сегодня наконец-то его дождусь и поставлю на свой автомобиль. Итак, ребятки, следующий транспорт. Этот транспорт выпадает с рулетки, но в основном все их просто обстревают в ГОЗ. Но я решил себе приобрести такой автомобиль из-за того, что на нем можно ездить по полям. То есть, на этом баге нет ограничений по полям. И у меня царел такая мысль, эту машинку как бы собрать. Постается это третий чип, нитро и неон. Ну, как бы это буду я делать постепенно. То есть, я не буду там, знаете, как-то спешить. Максимально стараться ее собрать. То есть, это будет постепенно. С помощью этой машины можно там искать клады, уезжать от полиции. Возможно, будут какие-то ивенты, на которых нужно будет что-то там собирать. Допустим, яички какие-то на пасхальное было обновление. Нужно было собирать по полям. То есть, ну, такая тачка, знаете, чисто выходного дня там покататься, поугарать. Приобрел я его как бы дорого. За 7 миллионов такую тачку можно купить там за 4 миллиона. Просто, как я и сказал, их как бы толком не продают. Их в основном все просто слил от пор, потому что она нахрен никому не нужна. Ну, а мне вот она оказалась нужна, поэтому я ее как бы приобрел. Дорого, но мне без разницы. Зато она как бы у меня есть. То есть, здесь всего лишь там ФТ-100. Ничего здесь необычного как бы нету. Просто обычные ФТ-шные баги. Ну и, ребятки, следующий транспорт. Это просто рабочая лошадка. Газон получается. Третий чип. Нитро, гидравлика и неон. Я его купил за 90 миллионов. Как бы цены не купали очень сильно. Сейчас газоны продают там третий чип Нитро за 65 миллионов. А раньше просто третий чип Нитро продавали за 90 миллионов. Понимаете? То есть, сейчас как бы дально особо никто не катает. Все шли-то на ферму, на рыбалку. Поэтому цены на газоны очень сильно просели. По ПТСу здесь как бы, ну, тоже ничего необычного. Да, 50 владельцев. Но мне, честно, похер. Как бы я вам всегда говорил, что я на владельцев не мастубирую, так сказать. Мне на них все равно. Хоть бы здесь было и 150 владельцев, и 200 владельцев. Мне было бы все равно, потому что это рабочий автомобиль. Транспорт я буду продавать, потому что я дальнобойщикам толком и не работаю. То есть, хотелось бы его хотя бы в ноль продать за 90 миллионов. Просто я жалю, сейчас цены на них еще сильнее упали. И продать его довольно-таки сложно. Поэтому, не знаю, возможно, себе оставлю. Возможно, как бы продам. Пока что под вопросом. Но этот прям газон, который мне нужен. То есть, красный неон. Вы знаете, то, что у меня было, по-моему, два или три газона на красном неоне. Я его люблю. Мне очень нравится. Диски здесь стоят пиздатые. Гидравлика, третий чип, нидра. То есть, все, что нужно для работы дальнобойщикам, здесь есть. Поэтому, ну, тачка реально прикольная, хорошая. Мне очень сильно нравится. Ну, и сейчас вы, в принципе, видите то, ради чего вы, скорее всего, зашли. А именно, название ролика. То, что я купил. Самые просто дорогие номера за всю историю моей игры. За 7 лет дороже номеров я не покупал, ребята. Это самые дорогие, самые красивые, самые просто крутые блат номера, которые у меня были. Можно сказать то, что у меня реально была мечта приобрести себе такой номер. И сейчас я вам его покажу. Фух, ребята, я не знаю просто, ну, как вы отреагируете. Потому что, блядь, ну, это необычно для меня. То есть, у меня никогда не было таких номеров. Но я об этом мечтал. Я реально в душе где-то я о таких номерах мечтал. И очень сильно их хотел. У меня их никогда не было. Такого формата точно не было номеров. Никогда просто за всю историю. За все 7 лет, что я играю. Блядь, я не понимаю просто, как я их купил. Я вот так вот просто играл вечером. И увидел объяву про эти номера. И я такой думаю, блядь. Ну, если не сейчас, то никогда, понимаете. Не, ну, ребята, я считаю это просто, ну, разъем. Реально, это просто разъем. Потому что такие номера, ну, реально, не стоят бабок просто. Возможно, в будущем они там будут дороже. Там 300 миллионов, 400 миллионов. Я брал их чисто для себя. Но это, можно сказать, такая некая инвестиция на будущее. Потому что в будущем, я думаю, эти номера будут реально еще дороже. Также, если вы заметили, еще стоит рамочка. Молодость на Жигулях. Тоже рамка максимально необычная. Как бы я молодой-молодой. Езжу на Жигулях. Поэтому молодость на Жигулях. Именно такую рамочку я решил сюда поставить. Я думаю, то, что многие помнят и видели, то, что у меня стояли номера Мур-четверки уже на этой машине. То есть, я их купил за 40 миллионов. То есть, да, вот эти номера. Вот эти номера Мур-четверки. Я приобрел за 40 миллионов рублей. Но, я на них поездил где-то месяц, получается. И решил эти номера снять. И, как бы, поставить Воры-семерки на М-пятую. Но, я думаю, сами понимаете, они смотрятся более солидно, чем Мур-четверки. И теперь, ребятки, получается, самый главный вопрос. Это теперь не Мурка. Как вы могли понять. Потому что, Мурка это когда стоят номера Мур. А здесь теперь стоят Воры-семерки. Поэтому, я не знаю, как назвать этот автомобиль. Ну, можно, как бы, никак ее не называть. Просто М-пятая и все, как бы. Мурка была, потому что были номера Мур-семерки, Мур-пятерки, Мур-четверки тоже стояли. Но, я решил, ребятки, эту традицию, так сказать, обломать. Ну, что ж, ребятки, какие получаются итоги этого ролика. Я, получается, за месяц потратил где-то суммарно 400 миллионов. Это, соответственно, круглая сумма. Но, как бы, что-то я сам купил, что-то было в долг. Поэтому, в принципе, на это особо внимания мы обращать не будем. Самое главное то, что я купил очень классные номера, которые я очень сильно хотел, когда-то давно, когда-то в душе, знаете. Вот очень сильно хотелось какие-то классные блоты, чтобы они хотя бы у меня хоть раз побывали за всю мою игровую жизнь. На М-пятую осталось поставить только стробоскопы. Потому что все, что можно, как бы, остальное у нее есть. Поэтому будем ждать зимний вент, либо хэллоуин. Ну, а так, в целом, ребятки, я реально соскучился. Извиняюсь за то, что не было месяцев ролик. Я исправлюсь, постараюсь ролики выкладывать каждый день. Поэтому от вас хочу быть максимальной активностью. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Вся информация есть в описании под видео. Поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok